сразу начинать но я просто это отключаю потому что обычно этим не пользуюсь но сегодня особенный день сегодня нужно будет немножко нарезать в итоге ну да ладно итак сегодня мы на дорогие зрители начинаем кампанию империи я решил начать именно с нее так как она наиболее я думаю доступна будет для понимания новичкам одна из самых простых для освоения на мой взгляд фракций и наиболее наверное прямолинейны в своей тактике это начнем именно с нее разумеется начнем мы на невозможные сложности как я обещал и в качестве правителя я выберу воина не потому что мне нужен реген хп а потому что мне стартовый боец нужен именно воин это именно он будет основой до конца этой кампании конечно магия империи очень хороша и она действительно может неплохо помогать по ходу делая а гильдмейстер в компании ну сомнительная перспектива откровенно говоря хотя и может быть интересно но я не знаю насколько целесообразно играть гильдмейстером против компьютера но тем не менее поехали а ты уже проходил эту компанию ты когда-то давно в детстве да и ты сейчас хочешь ее именно для себя что он легче прошло со времен первой великой войны ты сказал для ручка не 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 ну просто на моем канале есть люди которые игру не знают и соответственно для того чтобы лучше вникнуть в то как это все работает решил что лучше начать именно с более простой фракции прошу прощения немножко вклинюсь сейчас нашего логотипа нет он должен быть сейчас я понял скиньте мне сейчас я скачаю поставлю империи справедливость стала роскошью неважно подалевать правую удобно я вниз повешу не вопрос императорская казна на почве упадка пустили свои губительные корни нагрошенные темная голова культа смерти захватила имение амминир если ее не остановить ее влияние распространится и свет истинной веры захлебнется темнотой навсегда оставив империю сейчас я кинул дискорд хорошо окей цель этой миссии вполне себе ясно уничтожить верху первый день начинается эдвин ну пусть будет раз уж мы любим юмор то пусть нас будет главный герой эдвин ван клифф чем бы и нет верховный священник наконец-то вы прибыли милорд этими землями правит эрхак темная ее секта и немногие кто осмелился выступить против нее исчезли не оставив следа ее храм находится где-то на юго-востоке вы должны покончить с этим безумием окей задача ясна так и теперь раз уж нас есть небольшое время для перерыва мы можем а мне почему-то кстати вид не видно это пошло не так только что получилось а в игре она есть это забавно а ты сообщение зрители не я не всегда зачитываю я зачитываю если я там что-то когда отвлекаюсь вижу в общем я тебя пока не вижу я она если била видом до этого значит проблем скорее всего срочно если я сделал альтап то у меня перестала быть видно почему-то я не знаю почему может быть так хорошо сейчас мы добавим это изображение и не обзор изображение вот так вот вот как должно быть лучше а я понял почему не видно было вебку ага и не поэтому поэтому момент ага вот понюшение было не видно я понял я понял ну что у меня игра была настроена на кон на режим а я ее запустил полный экран ну как обычно не проверил как она работает поместил я сейчас делаю по-другому я просто выйду забери запустили в окне бутонин просто слоями в бест я знаю да просто но это будет уже не так аутентично как хотелось бы раз разберемся не вопрос первые 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 так обычно комом разумеется нормальную уже которую приведет и бывает так пик нить поехали как нам приходит так так лучше говорит атмосферный на привет леди девочка рад тебя видеть давай пожаловать на стрим располагайся логотип все хорошо единственно можно его даже немножко пониже поставить лишнее пространство прям вот в угол в угол ну чуть-чуть зазор и снизу он высоковат он просто картинку съедать не поем можно уменьшить капельку если хочешь не да мне каш нормально ну на твои усмотрения окей да максим как обычно не без приключений нормально мы начинать не умеем сожалению на первом скайме по игре это это нормально как бы отдел отладку но я проблем просто в чем дис и их если сворачиваешь они черным экраном становится я не вижу что там происходит поэтому наклады определенное ограничение ладно поехали все-таки теперь наконец-то начнем как положено так и сохранимся в один старт был потом легче откатываться со что так лет и миссии я воспользуюсь следующей тактикой на до конца этой миссии я буду использовать вот этот отряд с двумя лучниками центральным воином стартовым и с лужкой привет как успехи аркада что это зачем запрещен кроме качу это зеноблейд это такой вопрос не ко мне был добрый вечер пандора привет да я поменял рамку специально для этого стрима разумеется как же иначе и так там пришел имели и имели к тебе ответила диме этот вопрос не ко мне не горка исключительно к денису а там угадывай так окей ну и поехали начнем с первого и значит собственно говоря насколько я помню цель миссии находится где то вот здесь внизу карты точно я не помню кто-то угодно и так сидим подвес на нем не дропов нет все должно нормально так и начнем разумеется с разминочные боев которые будут возле столицы подберем ножка xp немножко сокрови которые здесь есть отмечу что игра я на модификации дом взмот поэтому некоторые юниты имеют определенные бонусы которых там не было вот и соответственно например тот же стартовый герой империи который является бойцом ближней линии и дополнительно имеется 10 брони и минус 15 хп ну и поехали звать в первую очередь от тебя дружок потому что ты у нас очень шустрый менее очень хочет чтобы ты по мне бил а тобой станет дэфи будем тебя отхиливать надо типичным тактика до стандартная для империи тактика которая в общем то позволяет ей очень быстро и темпово развиваться и пробивать охраной которые другие фракции так легко пробить не могут десна на боссах она так да на боссах разумеется не работает и с этим я не спорю но на боссах это и не потребуется большому счету там наоборот нужно быть суть на как можно быстрее выносить врагов ну и отлично без потерь хп пробились и идем дальше здесь у нас дубовый эликсир который определенно пригодится все что не является зельем исцеления для империи является более менее полезным что происходит происходит у нас да по сути пока что ничего мы просто начинаем сценарий стандартная ситуация для начала где-то мы потихоньку сражаемся с противниками которые есть на карте в небольших количествах как правило в на в первых сценариях их не так много не надеюсь я что ваши боги защитят тебя от вечного проклятия да спасибо легионы проклятых как всегда в своем репертуаре кейс руд день ничего особенного и потихоньку будем развивать наш замок в частности построим стрельбище для наших лучников что они будут основными доме ждали в нашей армии он дура вопрос такой посмотрел ли ты первые две части этой игры потому что если нет то я не советую тебя начинать смотреть третью потому что там много спойлеров но это уже твое решение я решила предел не люблю вот этих воров они очень быстрые слишком быстрые но отхилиться с ними можно принципе все равно надо продать чуть дольше придется еще посидеть на конечно но тем не менее оставить тебя на один укус дальше дфмс это очень увлекательно я знаю надо автобой к сожалению так не умеет потом приходится изворачиваться что за дом мод мод модификация которая она для rise of the elves сделано насколько я знаю фанатами это не официальный аддон он значительно переделывает баланс игры то есть очень многие фракции получать какие-то дополнительные бонусы или изменения то есть например тоже империя с оригиналом у нее мужская ветка развития и хилеров получает двойную атаку то есть у них базовая атака сам все становится два раза слабее но при этом они получают возможность лечить два раза за один ход это может быть удобно в том случае если мы попали подал ешку и нужно вылечить какие-то две цели то есть если сравнивать ее с монашки то есть обычно какие ветки есть у империи либо монашка который лечит всю группу сразу на 20 либо жрец который лечит одну цель на 40 но в домзмоде они сделали так что можно лечить две разные цели но на 20 старе ли это игра 3 варик возможно да варик вот эти выходил в 2003 году авторы десапе вышли во втором году если не ошибаюсь то что до 4 они вышли точно помню когда выходил варик я уже точно не помню либо в третьем либо втором тоже не хочу врать еще если честно она модификация не просто показалось интересно так как она по сути несколько изменяете привычные течение региональной игры и вносит весьма интересные изменения верховный священник милорд многие аристократы покинули столицу не сомневаюсь что за этим стоит эрхок и и злобные последователи будьте осторожнее кей мы будем осторожны разумеется официально больше всего к часу из официальных модов адонов но как раз и и нравится да мне что тоже не нравится как ранее по крайней их камбак их компании именно потому что там и сюжет довольно спорно насколько я знаю и юниты там своеобразные меня больше прикалывает тот человек который посохи ставят имя может ставить выращивать деревья да 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 вот пути один вытягивать большую поиску да этим он очень не сбалансирован это как знаете когда делается на кармагеддон для третьих героев они наспех переделали кузницу в конфлюкс и вырезали конфликс получился очень сбалансированный вот так же и здесь с эльфами немножко переборщили этот голос свыше полина он из дискорда из дискорда таверны да привет меня зовут больше дзен сервал а теперь у нас в таверне стримит поэтому мы решили да и соединиться да я теперь с ними очень приятное сотрудничество имя это в новинку но это очень приятно поэтому спасибо за возможность для вас постримить если буду частым гостем когда моя по крайне когда буду стримить и саппи лов потому что жрпг это конечно здорово но проблема в том что это жрпг слишком требует на к осознанию сюжета я не хочу чтобы дорогие зрители спелилили себе то чего они не должны видеть но в любом случае я всегда буду рад видеть вас на канале случае чего с говлю сражаться довольно просто инициатива них не очень большая h30 всегда же бать с первой линии как правило перегоняют это здорово на следующем году можно будет построить магию какой-нибудь либо даже гильдию это чтобы не очень сильно нужны были воры переворы точнее они будут сказать ну посмотрим потому что с бойцами я уже как бы всех подстроил кого мне нужно было перестается только развивать инфраструктуру столицы так здесь мы нападем пожалуй на город сразу же а нет не нападем нас не хватает мулов отлично про мне не нужно пока строить империя хорошенько без него обходится давайте с маги начнем правда изучать на мне пока нечего даже не хватает маза для этого как обычно но ничего страшного боюсь и на стриме тоже рекомендую заглядывать там ближайшее время планируется морда устроста и момент много чего у нас планируется у нас в группе есть прям отдельный отца нет касаться и по которым будут приходить увидом можно наш сразу на все расписание целиком и кредные интересные именно вам у нас в целом в группе уже пятеро-шесть примеров вот и каждый стримит что-то свое это здорово ну да отлично у меня во вторник будет четверг будет блогмун как раз начнем проходить его вот по выходным у меня либо сын сразу бывает первый пока что прохожу возможно будет и рэббоксе либо что-то вот одном более-менее добивать ночью ретро гейминг по всей красе это здорово крестьянин спасибо что спасли наш город гоблины грабили наши земли и разоряли наши посевы не хочу предупредить вас на югих обитает бесчисленное множество не очень хорошие новости но я надеюсь что нас они не порут на много маленьких пегасиков да 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 это кстати серьезные но по идее у нас и нажимаются не проблем все делать правильно но за империю начала довольно простое как правило именно за счет хила что исцеление дает просто невероятный темп и что приятно еще это то что войска империи требует не так много опла для прокачки с тест они еще и качаются быстрее чем все остальные это удобно так а мы кстати перегоняем да мы гарантированно перегоняем пошли промахи разумеется спасибо игра точно милоство и стороны она хочет порадовать нас новостью хорошую новость интересно какой давайте послушаем теперь ты не будешь промахиваться дружок спасибо не люблю когда юниты промахиваются это очень не кстати но это хоть какой-то способ видимо сбалансировать эту игру я не знаю не всегда это полезно конечно но почему нет тебя брат родился пандора ничего себе здорово поздравить это действительно очень значимое событие присоединяюсь к поздравлениям можно играть за империю за кого еще вообще в этой игре оригинальные в игре было четыре фракции это гномы демоны нежить и люди ну собственно империя и в дополнение который мы сейчас играем появилась 5 фракция эльфы но я думаю что до нее мы наберемся еще не скоро так как в планах у нас было все-таки сначала разобраться с гвардей тьмы убеждать профес и после этого перейдем к возвращению глиану и насладник и оставим эльфов до слушаю прости к тебе еще раз пенюсь давай попробуем логотип наверх поднять под надписью герои навиндара окей не вопрос потому что везу и накладывается на интерфейс игры не поэтому тоже будет накладываться так сильно ну да на не так будет сильно накладываться и я полемки можно уменьшить немножечко он немножко большой получается наверно так будет оптимально о не вопрос так это даст не для тебя дойти не то чтобы давайте срежем наверное почему бы и нет так вот почему вина империя леди значит теперь я начал потому что как я говорил для тех кто с игрой незнаком это фракция считается ну камер мною наиболее понятный что ли промолинейный то есть с нее как мне кажется по начинать знакомство с игрой намного легче о карьере на мой взгляд уже говорил дизайнера зовут аркады это основатель нашей да мы стримим это человек которым собственно обязаны тем что эти стримы существуют в некотором смысле ну да так есть мы будем ждать победить эта возможность в игре предусмотрена то есть если вы не хотите чтобы отряд ходил прямо сейчас он может подождать и будет сходить потом в той же очереди в которой они ждали в данной ситуации от полезно потому что я хотел нанести полный урон лучнику здесь можно уже добивать его хил будет на максимум отлично ок тебе были мне добивать или нет что нас по опыту опыту все неплохо дав можно идти дальше как раз таки будто это будет то что нужно и пока что купим вора мне пригодится в дальнейшем но голос выше может быть будет на стримах не всегда но как правило эти стрим проводится вдвоем неплохо ну да мы обычно практикуем что стримах на стримах обычно пару человек бывает герцог покиньте эти земли люди любого кто смелится партия стать легоном проклятых ожидают страдания и смерть как страшно мы не можем позволить себе отступить не лорд не тревожьтесь впрочем похоже как заключил союз этими демоническими созданиями и либо или они с ней еще хороший вопрос кто с кем я предупредила смертный массажер все вокруг исполним вашу плоть да 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 мы это столько раз слышали тем не менее моя тебя ловить сражайся или через горы не ходи орг прекрасно еще и гоблины где выбора нет сражаться нужно так и же поводу орков инициатива 40 то есть мы в любом случае перегоняем поражение 55 это больно и даже если мой кружок станет в защиту его это не спасет потому что выхиливать мы сможем всего лишь двадцатку наносить он будет чуть больше чем двадцатку потом рано или поздно он нас затюкает поэтому его будет изобретаться в первую очередь но с другой стороны есть шанс промаха поэтому это неплохо на гоблинов конечно хотелось бы тоже пораньше обратить внимание но они будут не так больно бить поэтому можно расслабиться к слову говоря в оригинальной игре они не отравляли они носили просто обычные 15 урона но в дом с моде им решили дать яд зачем-то будем считать что это было веселее да от него небольшое усложнение да леди меня зовут боюши можно можно просто их просто как боюши боюши на просто как еще а все просто у меня вниз не слышно было в нашем ножниках прервалась весело включался основатель наши таверны я все еще здесь сижу на самом деле фона происходит не боитесь скоро я уйду да мы не боимся наоборот будет грустно вот есть это веселее чё-то youtube трансляцию у меня просто сейчас небольшие дропы были ничего страшного такое бывает вообще на свече обычно мне идет стабильнее картинка насколько я помню но тоже раз на раз не приходится осталь фокс привет братья видит да я прохожу кампанию именно по ней мы пройдемся в первую очередь а там посмотрим может быть этим сценарем перейдем если у ребят будет желание у ребят если у вас у зрителей на если визит защитный стоял мы оба друга уже бы давно растерзали теперь осталось только выхлеть его на полную что не будет большой проблемой благо что основной источник урона мы уже убрали из этой битвы да тут два целых два голоса свыше бывает наверное больше но я не буду врать потому что точно не знаю больше редко было больше был только когда мы е3 стремились но да и три события кое-что там чем больше тем веселее но возможно в эту субботу объемы вернуть верующий хорошее даруша слишком далек от него не люблю киберспорт при этом оликро тебя ведь располагайся сегодня с линию не трэл сады sky но я думаю что никто особо не против эта игра тоже достойна внимания он а вот и левелап у наших ребят подоспел прекрасно дальше будет проще у нас достаточно точные лучники с большим количеством хп 85 процентов точность это изумительно и жрец который лечит теперь по 40 прекрасно перед продвигаться дальше будет намного легче и быстрее чем я нас и поздравляю а наверху гоблину зачистить не хочешь нет я не думаю что лежит что-то ценное сколько я понимаю на нередко хранить что-то ценное а опыта мне принципе хватает не вижу резона я гоню что люблю киберспорт как так чего ты такое взяла подруга моя так а здесь у нас не было здесь хотя не вы бы конечно справились но было бы несколько сложнее ладно чем неприятны привидения они у нас накладут паралич источник атаки разум поэтому если у нас были охотники на ведьм то они были бы ему на к этому делу точно 65 процентов поэтому можно сказать что-то своеобразный coin флип здоровья них не очень много ну штука довольно опасно и обезболезать и надо в первую очередь потому что мы не хотим чтобы наши ребята пропускали ход от них требуется носить урон а у это было больно очень больно мне не быть евреем серьезно я не знаю к чему это сейчас было но ладно допустим в теории я конечно мог бы ваншотнуть призрака лучником но шанс на это был одна шестая так понимаю до оборотни унижить это очень приятный юнит хотя бы потому что они иммунны к оружию это очень редкий иммунитет но очень действенный потому что как правило большинство юнитов этой игре бьют оружием а не магией как можно понять ну что ж давай как раз это такая ностальгия то добро пожаловать всегда рад тебя здесь видеть а я не все защищаю я просто не хочу тратить время на то что не требует особого внимания сфера забвения понижает уровень источник смерть если мог использовать сферы штука было бы полезно так только на продажу мы нашли каббалистические знаки на стенах этих развалин недавно есть была изготовлена сильно действующий ряд интересно для чего неверно что хочу знать может быть скоро узнаем так можно изучить кого ведь магию чтобы это могло быть целение мне не нужно призывание живого доспеха может быть полезно кстати давайте-ка возьмем проделали что не маны хватит дальнейшем но посмотрим так здесь не нужен же злоносец а именно архангел разумеется и отправим ее вот сюда новому источнику маны жизни а снять все нормально а нет не нормально из-за того что вор здесь стоял она прошла немножко не там где надо ладно бывает не страшно сюжет сюжет пока что в том что правитель империи император демосфен уже который год находится в печали так как 10 лет назад в ходе великой войны погибла его жена и был потерян сын утр я считается погибшим но его трупа никто не видела как мы знаем если мы не видели трупа то мы не можем считать что человек погиб но это закон жанра как вы понимаете это будет считать что он исчез и все бы ничего но пока император демосфен находился в печали страну начали терзать разнообразные культы том числе культ эрхок и разумеется народ этим не очень доволен но наша задача от это верхок избавиться чтобы сепаратистов нашим империи больше не было лет господра тебя видишь располагайся кто-то из геройской гвардии даже подтянулся как приятно а здесь не сложно дальше нужно с тобой пройти так хочу ли я сюда идти вот как-то не очень честно говоря здесь можно очень неприятно закончить мы посмотрим отсылки к воде хеет леди и разумеется нет целый это очень с натяжечкой можно назвать отсылкой к варкрафту они скорее все делались очень независимо поэтому нет это не является отсылкой я чувствую ужасный запах серы двигайте осторожны земли на нашем пути населены адскими чудовищами ну кей да я понял будем осторожны милорд крестьян веришься ли дает свернулся в логию какую-то реликвию некоторые считают что сокровище появилось здесь то же время что и статуя когда находится дальше к северо-востоку окей мы запомним это место и обязательно туда наведаемся но пока что мы вернемся к делам более насущным а именно к походу вот сюда источник манурун до него мы еще не скоро доберемся но тем не менее фото за половился рад видеть только почему-то меня не отобразил 7 да а вот господь в командир от тебя видит дружок располагайся добро пожаловать добро пожаловать так ну да для шотландии дать симуляторами что до атмосферы то до атмосферы в этой игре что надо очень многие любят эту грубину за атмосферу я постарался передать эту атмосферу с общего ролей уж не знаю насколько это получилось но тем не менее так хорошо едем дальше здесь пока вроде все тихо отсылкой а чем этим зовут хаттон евро тебя называл этот банк лифт неважно это еще присоединился к нам да я смотрю на весу привет дающего тебя видеть у меня не видимо не сразу отображается это на стриме а нет все вижу я задержка как обычно а наверно чем проблема даже не в задержке у меня видимо отображается сначала на вот этой сцене а потом а потом уже на основной да ами отключился прошу прощения такое тоже бывает ладно едем дальше так я бы сохранился здесь на самом деле потому что здесь можно до грести не просто провести бой с потерями а еще и проиграть здесь я надеюсь что дубовый эликсир мне поможет мне проиграть здесь что делать дубовый эликсир он повышает броню на 30 что может быть полезным а на ситуации так и мне нужен еще один герой к слову у нас будет цветопыт гилберт ох уж этот гилберт ладно кто знает тот поймет о чем я нужно мне послушница да нет здесь мы сделаем отряд максимально агрессивный для небольших вылазок красот он-то у нас и займет этим небольшим отряде ком предлагает какой возможно да немножко есть уже ничего сделать не могу и инициатива 60 начну успеешь его вынести отлично имеется промах кто-то сомневался спасибо игра очень веждаем с той стороны как обычно в этом великолепие что герой десайпл атмосферу немало любят из-за музыки и общего настроения можно залипнуть надолго да богдан так и есть полностью согласен да то время от игры очень любили даже до их учит это то что их любит до сих пор есть за что есть за что а как ты хочешь из и части 3 сайду 3 я лично не застал в плане что я ее не видел но я слышу что фанаты приняли ее не очень радушно потому что там очень но она стала больше похоже на герой в плане боевки ох она хотя бы не потерял свою атмосферу что тоже неплохо потому что я видел в записях игра выглядит конечно интересно но да это уже немножко не десайпл и согласен сильно не десайпл я их тоже как бы прошел пол это уже немножко другая спасибо что заглянул аркада хорошего вечера увидимся еще ох не люблю этих головорецов очень быстро и еще отравляют и очень больно бьют каких-то дозволяется в первую очередь и в принципе есть еще лучник неприятный которые мне сейчас по жрецу ударил но жрец у нас еще один раунд переживет точно вот от тебя надо избавляться как можно скорее чтобы сатуре и сделаем если не выпил зелье мне было бы час очень больно а так потерпим скинсбаунти даже аналогично ну возможно хотя довольно сложно сказать наверняка чем ты считаешь что она похожа на кинсбалу мы давно но мало сходств так нас все еще отравлен наверное будешь дам потом хилим тебя по максимуму жрец у нас где довольно живучий поэтому ему еще можно потерпеть без хила вот пегасу а вот рыцарной пегаси придется не сладко поэтому пока что ему нужно дефаться а и еще 20 . от яда но благо что я закончен наконец-то закончился и можно выхивать по максимуму но это огромный чепушил на крыльях леди это рыцарь на пегаси основной передовик который будет в общем то с таковым до конца этой кампании и возможно даже в возвращении галианом еще бы нет предупредить ставлю перед на довольность руга не маток и всякого такого поэтому пожалуйста без резких до бизнеса изручена пожалуйста другие зрители я может быть брать не заметил там удалиться но вот я про огромную воду а да кстати кстати о модерке да надо выдать модерку точно не забыл с и момент упс это не нужно было делать сейчас как тебя звать вижу елки вижу был не так окей теперь должен быть все правильным прошу прощения возвращаемся в такие дропы сейчас были жуткие это не здорово и тебе а те хватает хп все окей тогда завершаем бой и поздравляю у нас левелап у нашего фрицарда гасим прекрасно и настанет еще чуть-чуть сильнее здорово и вы хранили всего лишь лексир исцеления на 50 хп серьезно а у кей лексир меткости вот уже лучше дольше испугался что-то было совсем бесполезно 1 так ты нас ставишь жезл а меня золота не хватает ну разумеется never when never в интернете на стриме ох может быть когда-нибудь с игрой этой знакомых от слова незнакомого слова совсем но все впереди чем или нет так окей здесь мы сохранимся еще разик и попробую украсть заклинания и царух и 15 урона магии воды вот тебе мы украдем пожалуй отлично пересохранимся еще разик сейв скаминка наше все разумеется ну даже не нужен был прекрасно так и где-то отсюда должны начать лезть демоны жду не дождусь я я к вам готов ребята подходите так и мы теперь можем выбрать особое умение для нашего героя из списка представленных значит тайное знание позволяет читать магические книги и используют реликвии в оригинальной игре это был сомнительный навык так как книги крайне редко давали что-то сверхполезное не засчитая разве что защиты над одной атаки от какой-либо стихии но это было очень специфично а вот в домзмоди это приобретает новые значения потому что во первых книги здесь стали намного более сильными потому что они дают дополнительные бонусы во вторых реликвия это своеобраза своим образом улучшенные артефакты то есть это артефакт и вообще до самых ценных вещей которые могут быть в дисциплах и именно что определенные артефакты которые раньше были просто артефактами перекочевали в формат реликвии то бишь они теперь особо сильны и для них нужно изучать навык тайное знание но мы еще не скоро доберемся до них потом пока что можно потерпеть и я бы наверное взял здесь навык инструктора потому что плюс 25 процентов ко всему получаем опыту всем отрядам это я должен сказать неплохо до стемпа особенно герои потому что прокачать героя как можно быстрее это всегда полезно потому что чем сильнее героя тем проще пробиваться дальше заменосец позволяет нам носить знамена в этом сценарий насколько я помню может выпасть знамя но мы можем войти себе из него но в случае у нас будут более насущные дела а пока что инструктор я считаю будет оптимален ну да тем более это первая компания здесь как бы да здесь как правило редко полезные вещи выпадают возьмем то что нам пригодится сто процентов так не нам все-таки окошко на пациент поставить из довольно неприятный отряд но опять же с ним справимся без особых усилий у тебя ведь броня не растет с уровнем нет не растет а из-за минус там таскай флажки по карте ножки не так работают в этой игре но тем не менее так где демоны а все вижу вот это их земли пошли окей вопросов больше не имею мне интересно это у меня подлагивает у меня можно подлагивать на дропы были не так давно вот минуту назад где-то было делано дискорд дискорде но да такой может быть так город они еще не взяли то есть это вас от столицы видимо отошло столько всего чуть я еще не понимаю на все деньги совсем небольшой кусочек карты как я могу видеть пока что игру у них какой-то совсем уж небольшой кусочек карты но по территориям у них лучше чем у меня откровенно говоря но почему они их до сих пор нет там я не знаю очень ладно поехали здесь пробиваться опыт нам все еще нужен ебанар вперед избавился все таки тебя дружок слишком опасен одно хп осталось серьезная игра спасибо не то чтобы я надеялся его убить конечно но ладно нашла коса на камень бывает могли бы подыграть немного опять дропа пошли а из-за чего чего дропа может быть то что я через вафай сижу и не с ней не они с провода ну да может быть то что так не знаю мне в адаптеру ли пока хватает наверно ты обычно без дискорда поэтому ну да дискорд может тоже добавлять некоторых проблем но вроде не особо критично сколько я вижу на хорошие игра слов пандора вполне себе завершим автобоем здесь уже дальше не интересно говори лучник и орг кей а к тобой надо лететь сюда ставить жезл здесь определенно пригодится задеть до сих пор не построен храм до в городе наверное было что мне не нужен очевидно целом и красава красиво да мне тоже чем она цепляла раньше цепляет многих сейчас она конечно понятно же на выглядит очень старомода все-таки уже 16 лет но тем не менее она все еще приятно глазу даже сейчас если она всю свою головатость шероховатость лучше слышно именно сам стиль исполнения в игре и я чтобы ничего не менял настройка именно сам стиль исполнения этой игры очень приятный да это сайте был маг маги для империи одни из самых страшных противников потому что они бьют по площади империя очень редко полагается на больших существ поэтому урона по себе империя получает очень много от магов этого от магов на забирать как можно скорее но у магов не очень большая инициатива всего 40 поэтому их вполне можно успеть завалить как можно быстрее бисенки в оригинальной игре бисенки были чуть может быть послабее в том смысле что они наносили всего лишь 5 урона обычной атакой оружием в дом из моде они несколько изменились в том смысле что теперь они на фитурон стихиями через заморозку и вспышь и вспышку огня неприятно да но это оружие приятно тем что она не от него нельзя защититься защитой то бишь дефом или броней то есть это очень неприятная штука да стрим подвисает есть такое надо будет избавляться следующему разу готический дизайн очень круто сделанная псевдо 3d до все до 3d здесь это очень интересно по тем временам было реализовано ну и готический стиль каша тоже в тему все такие финтифлюшечки украшения все это очень здорово выглядит конечно я бы наверное не стал бить этот отряд при других обстоятельствах но как бы основной отряд опыт получается полна а темповые пробивки этим отрядом тоже вполне себе возможным поэтому почему бы и нет чем быстрее мы достать доберемся тем лучше не нужно занять этот город хотя этот этот ряд город этот не займет и кто-то зафоловился или не послышалось она послышалось а что да этот отряд этот город не возьмут в любом случае копейщики очень больно бьют а каких сходили все завершаем ход бес круто выглядит не знаю небес никогда не раз к не выглядят очень стрёмные родливые какие-то создания в этом как бы их суть конечно но мне не не симпатичны ни разу так а вот и вражеский отряд подоспел мавризом легионы проклятых и как видите если мы видим отряды нейтралов то есть мы знаем кто там находится то отряда противника мы не видим это особенность дисципли для того чтобы научиться видеть отряда противника на нужно заслать до шпиона что должен сделать вор именно этим мы с вами сейчас дорогие зрители и займемся шанс того что вор будет заслан сто процентов и теперь мы видим кто там находится 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 там собственно говоря баронесса и одержимый ну что же мне думаю что мы небольшой отряд с этим справиться но я на всякий случай сохранюсь мало что войдет не так да жирный вес это особая категория существ я помню как они выглядят это просто забей кошмарах не приснится не дизайн существ здесь весьма интересен потому что некоторые что выглядит очень по уродски ну то бишь в хорошем смысле этого слова я имею ввиду так нас решил защититься значит у нас будешь отступать неприятно конечно но мы с тобой должны справляться остальными подождем чтобы нанести максимум урона по тебе дружок да по шкале роста они действительно крутые с этим я согласен выглядят они как знатные уродцы это факт и подтверждение шпионы мало что может пойти не так разве что нам могут те ректор время переслать его голову типа ну есть шанс что противник избавиться от шпионов своей армии и заказать еще он зависит просто ран чисто рандомно я так понимаю акту здесь словно да есть такое скорее всего потому что кто-то решил подключить за к вайфаю и теперь все пошло совсем не так надо печально печально на давайте сделаем вот следующим образом и того и станем в деф и тогда мы этот бой пойдем вообще без проблем садо тебе поначалу дают плюс 15 хпм тебе то бишь герою вот этому весьма приятно как он растет быстро гг на какие-то когда что-то достигает второго уровня пробивки ставится ощутимо проще что разумеется радует так тобой я хочу обменяться потому что мне нужно будет тобой зайти в магазинчик и ты продашь там колечко и сферу то что они мне больше не нужны так и мы должны поставить здесь жезл разумеется вот так вот ну стрим подчас опять стрем у меня падает я вижу да опять дропа прошли сильные очень не значит зависит честно говоря нам нет не нравится определенным можно конечно стрим перезапустить на его не очень этого хотел русск носить да логично так нужно на что-то здесь я вообще бы чуть было заклинание ускорения потому что позволяет сходить еще разик у меня даже чат перезагрузился совсем плохо и тренджер не аналог робин гуда он просто стрелок по сути как правило все бойцы именно герои фракции подразделяются на воин маг и лучник но исключения бывают например у нежити там все совсем интересно мы не буду бегать вперед и мне еще очень нравится бойцы у эльфов потому что у них лучник по жирности не уступает войну но при этом он бьет по всему поле бои причем с большим уроном чем воин поэтому с какой смысл у левов войне я не знаю он есть но зачем он там нужен непонятно император отравили продажный знать который послал эрхак попыталась убить его к счастью он пережил покушение но если мы не пойдем противоеде отделе эрхак он скоро умрет неприятная ситуация но я надеюсь у нас нет начал текать таймер от этого я очень люблю я очень не люблю задание с таймером подачках ненавижу так людоед дает людоед да поехали чё может пойти не так действительно казалось бы да вот это чудище на 300 хп и две клетки и понимаем что с его уроном тут может очень много чего пойти не так 130 повреждений это вам не хухры мухры дорогие зрители и сокрушение сокрушение это аналог паралича только источник оружия и точность тут 40 процентов да то есть не факт что она нас оглушит но это может быть неприятно рады что инициативу всего лишь 20 так что сходить перед нами он точно не успеет мы успеем встать в деф главное пережить это что может быть проблемой а как долго ты обычно стримишь с ну я стримы обычно как либо пока мы не пройдем какой-то момент в игре то есть на варисе в десантах но пока не пойдем конкретную миссию либо пока ну совсем не устану и захочу спать ну прежде сегодня можем постримить я думаю что до 11 12 как пойдет надо в этом публике но есть может быть закончить пораньше то не проблема так дропа пошли совсем если жесткие у меня уже давно перезапускаться что ли не очень этого хотелось если честно я не все думают что это сильно поможет может быть мне пока ты че под дискорд или ну смотри тебе отключить да нет не уверен что сильно спасет ситуацию сокрушение несколько сокрушение немножко не то что я подумал это просто дополнение дом с моды я тоже не все их помню на вашем сокрушении до дополнительный урон по цели да с шансом 40 процентов крайне приятная штука продать чего зависит урон я не могу сказать наверняка так и я надеюсь что ты дружок не промахнешься иначе будет плохо раз остановлены да даже так все настолько плохо хорошо сейчас придется тогда перезапускаться один момент хранимся тогда да и все жестко висит и проблемы ладно сейчас я перезапущусь там и там будут просадки может быть просто попросить не меньше сейчас сейчас я пробую другой канал подключить вайфаевский я не знаю что мой мой может сейчас дропнется все но посмотрим будет Так, мы снова в эфире Ура И должно быть намного лучше, я надеюсь По крайней мере, я уже не слышу артефактов звука в Дискорде Значит, все стало лучше Ну, я тебе стал слышать лучше Но YouTube пока еще не прогрузился Ну, там задержка 5 секунд Поэтому вполне возможно, что да А ты не ставишь минимальную? Я ставлю минимальную, но я сейчас все равно задержка 5 минут 5 секунд, я не знаю почему А Так, окей Пробуем еще раз Стрим пошел, это хорошо Спасибо, Пандора Тогда продолжаем, как ни в чем не бывало Как знаешь, он был подключаться к 5-ти герцовому каналу Он постабильнее работает Хотя и сигнал слабый Да, слайдшот закончился, это здорово Вот это, что я говорю, чтоб стало получше Это прекрасно Спасибо большое, дорогие зрители Ой, я не то загрузил Пайрот, добрая Возмущается, что ты А? Возмущается Леди, говорю, возмущается, что ты Забыл ее, она жалует И издает зублые звуки У меня это, видимо, случилось автоматически Когда дали ачивку Внутри еще за билды комьюнити Видимо, что-то сбойнуло Привет, Пайра Да, Пайра, привет, тебя видеть Располагайся на стриме Так, каменное кольцо Вот надо будет отдать, но кому? Давай тебе пока отдадим А там разберемся И сходим в магазинчик Так, тебе бы куда пойти Сюда Тут тебя порвут Здесь Здесь тебя не порвут Ага, там я вижу, как вот Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Как все плохо Так, что же с тобой это делать Гаргулья неприятно Балычный язык Куру Неберсеркер Туда я очень не хочу идти Вор Хочу ли ты бы воровать Очень вопрос Давай Чего уж Тут есть хоть Зелье Нет, не стоит того Не стоит того Отсылочки Ну я не верю, что это такие уж прям отсылочки Балл это вообще является одним из таких Из довольно популярных демонических имен Поэтому Да Почему бы и нет Можно тебе, конечно, травануть, дружок Но зачем? Все равно ты меня, вор, срежешь А я бы не очень этого хотел И тобой идти вперед Получается нет резона Потому что тебя там просто порвут Сидеть здесь Не то чтобы вариант Видимо придется А ты магию не хочешь использовать? У меня все равно мана особо нет Мне магию-то особо Нечего использовать Кроме ускорения Прорезвожего доспеха А я боюсь, что мне мувпоинтов До города не хватит Хотя Кстати А может быть и хватит Но вряд ли Да, не хватит Не стоило того А вот Тобой Туда в город идти Тоже бесполезно Потому что его скорее всего Без потерь не возьмешь Я бы не хотел этого Ммм Да и как бы еще Из магии меня только Призвожего доспеха Живой доспеха И он просто Ну скормлю я его, конечно Да, но Типа это даст ему экспу Я бы не очень этого хотел Нет, а просто урон У меня нет этой магии У меня только вот А, ну есть только буран Но У меня все дома на него нет К сожалению Так что придется пока что Просто обождать Гордон вряд ли возьмет Он даже если возьмет То в принципе Ему же хуже Потому что Я вряд ли успеет отхилиться По крайней мере Я надеюсь Не, а в город он все-таки Решил взять Какой молодец И вот из города Выкрытие будет Не так-то легко Но я так понимаю Что выбора у меня Особого нет У него горгулю Срезали Ой-ой-ой-ой-ой Поехали Это значительно Упростить задачу Пере один Да Все правильно Поехали Это Очень даже Неплохо В чем проблемы Осады городов Здесь у них защита В данном случае Плюс 20 Или плюс 10 Плюс 10 20 20 Тут у тебя от чего-то еще Отдели что ли Или у тебя родные 10 Не понимаю А Понятно У него артефакт одет На плюс 10 Для защиты Я понял Окей Побеждение 70 Это очень болезненно Я бы избавился От тебя в первую очередь Потому что От тебя будет больше всего проблем И урона Да и хп у тебя меньше всего Сходишь ли ты раньше Отчем вопрос Нет Убью 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 ли я тебя Если не промахтуюсь Туда Есть Дальше будет проще Фух Ура Да Дальше проще Гаргуля в городе Была бы очень неприятна За счет брони Конечно же Да Ну да Так что повезло Повезло что ее срезали Значительно прощает Дальнейшее продвижение Ну подловили героя вражеского Это приятно Дальше автобой И город наш Свиток сила Сфера восстановления Эликсир жизни Рунный камень Плюс 10% брони Регенерации На этом камне начерпнут Руна защиты Обладатель данного предмета Способен эффективно Отражать любые атаки И быстро залечивать Даже самые тяжелые раны Подобные лорные Описания артефактов Были введены В дом за моде В оригинальной игре Их не было Кстати Да, это же такое Дети спрашивает В чем неприятность Гаргули в городе Гаргули Да А если я еще и правильно Помню Гаргули бьет На любую Клетку То есть Да, Гаргули Это стрелок И причем Давали сильный стрелок В плане урона Очень приятно Рот и миниров Правил этими земли До того Как гибердоли Объединил их в ересе С тех пор в королевстве Я добегаю Отлично Минус же злоносец Главное, чтобы она не сбежала Ага, промах Спасибо, игра Люблю тебя за это Высоконативная защита Плюс защита От стояния в гарнизоне Да Этим Очень приятно Гаргульи Ой, как хорошо Минус 28 за удар Неплохо Это было рандомно Вот где-то мне повезло Окей Вот и, кстати, по этой причине Я люблю использовать рейнджеров В качестве защиты городов Потому что они очень далеко бегают И ими удобно Такие отряды отстреливать Гарантированно Чтобы они больше никуда не убегали Это надежный способ Защитить свои владения Что неплохо Так, вурнас пойдет сюда Посмотрим, что у нас здесь Руны незачищенные Отлично Руины Такие руны Заговариваюсь немного Так, нужно мне улучшать город Да, почему нет Плацдарм будет неплохой Для защиты Леди, спасибо Очень приятно Она меня благодарит Что да, я ее ответил У меня, как обычно, чатик на телефоне Рядом с монитором А второго монитора мне, разумеется, нет И не планируется пока что Ага А я разобился на кронштейн На два монитора И повесил Такие себе второй Мне просто вывешать некуда Здрасте, приехали Тебя тут не хватало, дружок Вот-вот-вот это Вот это уже совсем неприятно, дорогие зрители Ну хотя бы ты у нас Первый уровень Всего лишь На том спасибо Но лучник, да Это за это не здорово Мне еще вора срезал Неприятно Два мага Это вообще отвратительно Маги против империи Очень сильны Еще и лучник А, мне еще Голову шпиона прислали Спасибо Очень приятно Любят они тебя Да, как говорится Что могло пойти не так Вот, пожалуйста Я еще до тебя не дохожу Серьезно Исключительно Гордишься, что предлагаете сидеть Проблема в чем Это лучник Бежим Он бегает дальше Чем мой герой Ближнего боя Если я еду с города выду Город он захватит Я этого не очень хочу Потому что выкурить его Оттуда будет крайне сложно И неприятно Но я таким образом Вынужден терять ход Видимо Сидим в городе Терпи один ход Здесь надо жезл убирать Я подставляю тогда Тебя, подруга моя Ладно, делать нечего Жезлоносца Отдать, чем тебя А тебя, скорее всего, завалят Поэтому тебе бы лучше Пойти подальше отсюда Хотя, стоп Можно было его, конечно, оставить в городе С другой стороны Но я сомневаюсь, что он бы выжил Поэтому Просто укрепимся Заклинания Какие мне могут помочь Вот это Это мне точно поможет С инициативой И мы должны Как-то справляться С этим Дружочком Который мне явно не нравится Тебя я, конечно, мог бы завалить Но тогда я из города выйду Стоп У тебя два артефакта Которые, скорее всего, сейчас Просто-напросто Уйдут сюда Но он вряд ли бы сможет их использовать Поэтому Не страшно Но это была ошибка С моей стороны Или неприятной ошибкой Как зилы похож на джабу Да, есть немного Довольно интересно выглядит Любимый страт Привет, Артем Шарапов Рад тебя видеть Располагаясь на стриме Добро пожаловать Рады видеть тебя здесь Во что вращается курсор на загрузке Песочные часы с бесенками Я так понимаю Это бесенок ведь Ну да, похож на бесенка Да, по-моему, бесенок Довольно аутентично смотрится Ага, теперь мне шпионы заслали Спасибо Да сколько вас там А, он город решил занять тамошний Понятно Тоже малоприятного Ну ладно Захватим ману Таким вот образом Да, я все еще подставляюсь Но лучше уж так Тобой можно вот этот рядик зачистить К слову Что у тебя по XP 50 на 80 Давайте построим Конюшни Почему я не строю подземелья Потому что мне здесь не нужны будут Охотники на ведьм Потому что иммунитет к разуму Столько из какого периода Тому турги Здесь не с того, чтобы полезно Хотя Как конкретно с боссфайтом Оно могло бы помочь Но для боссфайта у него свой метод Метод, который не предполагает Использование Охотников на ведьм Ну конечно на грани читерства Но тем не менее На войне все средства хороши Не правда ли? Так Можно сюда пойти к слову Здесь XP побольше дадут Но от тебя тоже надо избавляться Видимо другие демоны решили отомстить За баллы сервалу Да Определенно решили отомстить Есть такое Напинает GTA San Andreas Захватом районов Да Кстати есть такая аналогия Забавная Похоже в чем-то Хочу ли я туда лезть? Он ведь магией меня запуляет Если я захочу там остаться Мне защититься нечем А кстати надо артефакт надеть Хоть броню себе положу Герою поставлю Хоть как-то легче жить будет Даже не знаю Иди туда или нет Опасно это все Хотя она полезет сюда За жезлом То бишь нас Скорее всего захочет Просто жезл убрать И так страшно Вот вор Вор может на дуэль Вызвать мне Моего ангела Сюда я тоже не хочу пробиваться Потому что это единственное Что отделяет меня По сути От демонов Которые там в столице находятся Пандора 12 минут осталось до чего? Возможно до того Чтобы пойти спать Я не знаю Даже стрим ящик не планирую заканчивать Если речь об этом Дилемма однако Ну и сразу вопрос Ты завтра будешь стримить? Нет, завтра стримить не буду Потому что завтра у меня рабочий день Ну то бишь как рабочие Мне пара по вечерам до 9 вечера Я просто не встаю никаким образом Нормально постримить Дисов Я играл в детстве в них Господь Но Как бы именно вот На стриме на публику прохожих впервые То есть я очень давно играл в эту игру И я что-то помню Но некоторые моменты помню смутно А с дом с модом вообще играю в первые по сути Ну то есть я какую-то Да я там Тестовый забег делал Перед стримом там Пару недель назад Когда обучение записывал На канале есть ссылка на ютуб Вот там на ютубе есть Там кстати на ютубе Кстати хранятся записи бесконечные Поэтому если вам нужно будет посолить запись стрима То всегда заглядывайте туда Там все будет И разумеется подписывайтесь на канал таверны На группу таверны в том числе Надо ссылочку туда закинуть На эти ресурсы Можно добавить в описании Потом Либо просто найдите в ВК Таверна 2 геймпада Я скину ссылку в чат Вот так вот Да Забегайте туда Там есть все ссылки Ну и на мою группу тоже можете подписываться Разумеется Буду очень рад вас на видеть Хотя там как правило кроме анонсов ничего и нет А у нас в таверне есть еще новости И о расписании всех стримов Потому что здесь мы стримимем несколько людей И разные игры Кому что больше нравится Да Это очень здорово Разнообразный контент Это всегда приятно Да Причем у нас стримы практически ежедневные получается Ну от разных людей Да Ну у меня 3-4 стрима в неделю У нас есть стасик Которая тоже раза 2-3 в неделю стримит Денис Он не так часто Аркада с Некой Тоже бывает Вот Ну то есть Людей много Стримы разные С разным контентом Ну и новости сам за собой И это разумеется здорово Ладно Если я поставлю какую-то охрану То по идее Если в город и возьмете То с потерями Так что Рискните ребят На здоровье Ты решил далеко не улетать Хорошо А вот решил в городе там закрепиться Великолепно Дети говорит, что в группе сервала Раньше были 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 Но к сожалению Человек, который был из них ответственен Не смог больше поддерживать эту рубрику В должном виде Перестало хватать времени На то, чтобы искать для подписчиков Самых годных котиков в интернете Но возможно, что с вашей поддержкой И интересом Эта рубрика может возродиться Так Я могу взять этот город К слову говоря Что я наверное и сделаю Через быстро Стоп Не то заклинание Через ускорение Оно восстанавливает 50% Могпоинтов Что дает второе дыхание Нашему отряду И позволяет ему пройти Чуточку дальше Прекрасно Там была охрана Из одного одержимого Поэтому Ничего интересного здесь нет Спасибо, что освободили нас Пока сюда не пришли Вы здесь царили Произвол и несправедливость Все подчинялись Архок Мы были вынуждены служить ей Грустная история В этом городе Мы нашли полезного человека Его зовут Вольфгар Он хочет сражаться на нашей стороне Упс Упс А слона-то я не приметил Да И куда мне тебя теперь девать Дружок Тебя порвут на британский флаг Бежим Хотя это не спасет тебя Это я подобрать не смогу Можно конечно от вора избавиться Но что тебе подсказывает Что ты дружок труп Прости Я ничего не могу с этим сделать Да Теперь точно труп Что и есть Архок Архок это темный некромант Который Которая точнее Захотела власть в этих землях По сути сепаратистка Которая противостоит власти императора Это как вы понимаете не очень здорово А мы его ставим за императора Поэтому мы должны Это Архок избавиться И она довольно сильная Поэтому Не стоит сбрасывать ее со счетов Хочу ли я задуэлиться с тобой? Нет Не хочу А вот избавиться от тебя Было бы неплохо Кстати Пандора У меня стримов не будет до следующих выходных Сразу предупреждаю А если тебе интересны стримы в таверне То пожалуйста заходи Да Если ничто не сорвется То Во вторник У меня будет стрим Уже вторую часть Проходим Уже даже К концу близимся Вот Там мы стримим с мальвиной вместе Ну и стоит понимать Что на следующей неделе Стрим будет скорее всего Не по Disciples А по Открылся На The Sky Потому что Disciples Я прохожу Скажем так В таком режиме Что либо мы набираем сумму Донатами Небольшую Чисто символическую И мы проводим этот стрим Прямо После Собранной суммы Либо когда я прохожу Одну голову Открылся на The Sky The Third И после этого мы проводим Альтернативный стрим Или два альтернативного стрима Просто я бы хотел Пройти на этой неделе Два стрима Но к сожалению Мне изменило расписание Заниматься ничем Чем я хотел бы Мягко скажем А ты копилку донатов На стрим не выводишь? На этом стриме нет Потому что Здесь Я пока не успел приспособить Скажем так Куда приспособить Ну я бы мог в угол повестить То бишь над чатом Но я не успел Подгадываться Перед этим стримом Для которого может быть В следующий раз Я понял Леди интересуется По каким играм Будет у меня стрим Собственно вторник Это у меня День масс эффекта Четверг Это Морвинт В данный момент Это будет Бладмун Потому что Сегодня мы закончили Трибунал Вот По выходным У меня бывает Рэйдж Либо Сэнс Роу Либо Вот РДР Первые Недавно начали Ну могут быть Еще какие-нибудь Рандомные То есть Я могу Сделать Например День Плейстейшн Третий И Сделать Заранее Голосовалку Из Там Десятка Игр Например И за какие игры Проголосуют люди Такие игры И будут на стриме Вот У меня Была такая практика Мне она очень понравилась И Я думаю Я буду ее придерживаться Да Это очень интересная практика Действительно И Стоит отметить Что в эту субботу На канале Таверны Планируется Стрим По Overwatch Поскольку я знаю Потому что там Бесплатные выходные И будет очень весело Ну да Если Со всеми Мы Как минимум Пока что Я и Стаси Точно будем А вот про остальных Я пока еще не знаю Сейчас Посмотрю Может быть Кто-то еще Что-то Подписался Да Если Кому-то интересно Таверны Есть своя Флудильня Во ВКТЧ Вот Но там тоже Строгие правила Нельзя ругаться И всякое такое Но Можно обсуждать Стримы Игры И прочее Прочее Многие крестьяне Предбежали Сокремости Атлока Осторожнее Милорд Они говорят Что им населяют Потерянные души Значит Ангелы Мы туда Лучше Не попремся Ну не то Что бы Очень хотелось Но тем не менее В таверне Стримит Почаще Чем у меня Так что Заглядывайте Туда У меня Стримы Все-таки Редки Ну я стараюсь Три-четыре стрима В неделю Проводить Это дорого я Да А там еще Многие Остальные И остальные люди Да Ага То есть ты решил На меня не нападать Дружок Ну типа Окей Спасибо Милорд Звезды говорят Что нам На помощь Пройдет Избавитель В его жилах Будет течь Королевская кровь Неужели Утро вернется Странно Он был потерян Десять лет Как такое Может быть Ну а почему Мне повещать Фразы героев Мне тоже Имеет значение Это же сюжет Все-таки Я всегда Звучиваю сюжет Когда прохожу Игры Так Можно Несколько Упростить Уничтожение Этого отряда Чтобы я На самом деле И сделал Но для этого Мне нужно Немножко пройтись По тебе вором Травануть хочешь? Да я вот думаю Отравить или Дуэль на дуэль Вызвать Что лучше Наверное Все-таки Отравить Потому что Это по всей Армии Будет действовать Экстресс Был отравлен Отлично Артас Вернется Нет Артаса Здесь нет И слава богу Второго Пришествия Невендар Не переживет Для Невендар Быть первым Пришествием Но вы поняли О чем я Но это Не герои В которых Павшего героя Стал Нанять Да Здесь Здесь Если Горь Погибает Он погибает Навсегда Что может быть Проблемой Разумеется Так Тебя в этот город Надо пересадить Или в этот Вот чей вопрос Давай пока здесь Так как отсюда Они Скорее с большей Вероятностью Пойдут Тебя в этот город Как раз Посадим Тебя даже Не убили Здорово Так И зелья У меня есть Что-то полезное Да не особо Зеле точности Только разве что Оно может помочь Лучникам Кстати Но я лучше Сохраню его До боссфайта Наверное И мне нужно Наверное Сделать Быстроту Эдет Не силу Артас Б сказал За честь и отвагу Как все мы знаем Пройдемся Бураном По этому отряду Наверное Для надежности К слову говоря Есть ли у меня Вариант Вот такой Да Есть Давайте Освалюсь Еще молнии Заодно Потому что Наверняка Этот бой Простить Это очень Нечестно Но я не хочу Терять Здесь Отряды Поэтому Ну почему Нечестно Это механика Эдой Так что Все вполне Законно Ну да Вот Одного Даже успела Прибить Неплохо Так Я Думал Кому бы Збавиться Первый Лучше Наверное Отмага Лучник Конечно Может Сбежать Кстати Поэтому Лучше Хотя Нет Он не Успеет Сбежать Потому что Он решил Сражаться Окей Такие времена Логика Disciples Меня немножко Удивляет Но Ладно Тебе виднее Игра Крип Спасибо А какие Игры Ты любишь Так И тобою Нужно Пойти Наверное Вот В эти Руины Или С Копейщиком Разобраться Почему бы И нет Кстати Давайте Так И Сделаем А Вот Ты Кстати Можешь Забирать Отсюда Колечко Вот Это Вот Да Отправиться Вот Сюда Помните Мы Когда Сюда Пришли К этой Зоне Мы Получили Сообщение Что Здесь За Огром Хранится Некое Сокровище Которое Как-то Связано Вот С этой Вот Статуей Вот Собственно Говорят И к этой Статуе Пойдем И Попорим Применить Это Самое Сокровище И Честно В первой Части Только Приходится Что Перебежками От Города Города Перемещаться Чтобы Не Задолбили Магией Ну Да Компьютер Очень Любит Магии Швыряться В этой Игре Это И есть Такое Но Кстати Говоря Наверное Единственный Кто От Этого Старает Меньше Всего Это Гномы Уж Больно Они Жирные Но Кстати Говоря Магию Урона Может Быть Правда Не В первой Части Но Где То Я Это Использовал Но Здесь Это Тоже Много Решает На Сам Деле Второй Части Если Разработчики Сделать Такое Звольно Значит Не Против Этого В Принципе Да Разумеется Это Часть Игры Да Нет Я Сказал Что Это Довольно Существенный Плюс Этой Игре Есть А у Ее С Третьим Героем Например Ну Да Потому Что Вы Именно В первую В героях Не так Много Вариантов Было Использование Магии На Поле На Карте На Карте Мира Нет Что Там Было Всякие Там Заклинание Полета Дверь Измерений Просмотр Воздух И Просмотр Земли Например Это Не Боевые Да Не Боевые Конечно Здесь Собственно Горя Заклинание Как Работа С Дисапплах Они Применяются Только На Карте Мира Здесь Нет Заклинание Применяется В бою Ну Не Считая Сфер Которые Могут Использовать Герои Или Талисманов Кстати Я Никогда Не Использовал Талисманы Наверное Это Плохо Но Я Не Знаю Как Они Работают Боюши Расскажи Мне Пожалуйста Как Работают Талисманы Одноразовые Или Их Можно Приметь Бесконечное Количество Раз Хорошие Вопрос Возможно Они Одноразовые Мне Тоже Так Казалось Секунду Спасибо Что Зашел Пандора Заходи Еще Будем Рада Тебя Видеть Располагай Подписывай Все В группу Все Анонсы Там Разумеется Как Обычно Да И на расписание Можно Подписаться Да Пожалуй Заберем Эту Вещь Тобой Потому Что Я Не Хочу Тратить Мувпоинт С А Героем Для Этого А Здесь Просто Сядем Будем Ждать Ал Вот Тобишь Half Life Так Понимаю Unreal TF Это Team Fortress Скорее Всего LH2 Gothic И То Что Стримит Сервал Ну Вот Просвещай Сиди Сайплами Верег Тоже Был Стримить А ты До сих Пор Не Играешь Вопрос Был К Леди Я Так Понимаю Но У меня В моей Жизни Тоже 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 Была Линейка Какое То В Моей Жизни Она Это Была Первая Игра Которая Собственно ММО РПГ Которую Я Начал Играть И Постигать Суть Вот Этих Вот ММО Всех Я Сейчас Тоже С этим Продолжим Один Момент Фразу Героя Надо Произнести Каменное Кольцо Минир Идеально Подходит На Палец Статуи Смотрите Милор Открылся Патаная Ниша В ней Лежит Древняя Книга Книга Огня Изначально В оригинале Отдавала Только Защиту От Огня А Здесь Она Еще Дает Плюс 20% К регенерации Здоровья Что В принципе Неплохо Но Для Империи Бесполезно Но Тем Неменем Штука Хорошая Пригодится Так Вот Вращаясь К ММО Да Для меня Линейка Тоже Была Первая Моя В которой Когда Либо Играла Играл Господи Смотрю Просто На Чат Да Отвлекаюсь Не могу Скать Что Я Достиг Больших Успехов Линейки Но Сам По Себ Концепт Ммошки Довольно Интересные Почему Нет В Моем Случай Это Был Локальный Сервак Местного Если Не Ошибаюсь 2004 Год Может Быть 2005 То Есть Там На Серваке Было В самом Начале Человек 10 На Весь Силан Вот Там Сколотили Клан Немножко Бегали Потом Началась Учеба Активная И что Все Подзабили Ну Понятно Ну Вот Я читаю Про Талис А В Оригинале Они Не Одна Но У них Ограниченное Количество Зарядов По Могих Пять Штук Было Дайте Зарядов Вот Здесь Пишется 10 Но Мне кажется От Талисмана К Талисману Может Отличаться Окей Принято Будем Знать Сфера Грома 100 ХП Урона По Юниту Вау Это Кстати Мощная Штука Жалко Что Я Не Измени И Сферы Скорее Это Ребаланс Домзмода Потому Что В Оригинале Эта Сфера Грома Вроде Как Носила 15 Или 20 Урона По Всему Отряду Плюс Штук Неплохая Могла Вы Пригодится Но Увы Скорее Водомзводе Не Меняли Механику Талисманов Горячина Надеюсь Не Угадаешь Да Есть Такое Чежно Почитать Лады Ждава Это Не Игра Это Жизнь Танкуем Господа В Новем Случай Скорее Торгуем Потому Что Я Обожал Профессию Добытчика И Кузнеца Ромбан Лав Леди Спрашивает Какой Класс Я Всегда Любил Проповедника Не Дамаг Не Довоин Самоходная Установка Сам Баффер Сам Хиляю Сам Сдуал Или Бегаю Плюс Волчонок На Поддержке Вот Но К сожалению В Наруофе Настолько Занерфили Если По-моему Вообще Если Его Вообще Не Выпили И Даже Что Я Дальше Четвертых Пятых Хроник Сейчас Больше Нигде Не Игра Я Когда Начин Очень Интересный Ну В Линейке Обще Много Интересных Классов Чем Она Собственно Изначально И Привлекала Что Очень По-разному Можно Было Развиваться То Есть Что Тебе Ближе По Роли Что Тебе Ближе Казалось Да Но Общие Роли Есть Там Танк Там Дамаж Дилер Магический Дамаж Дилер Там Инициатор Суппорт И так Далее Но Даже Там Делать Очень Интересное Разделение Это Действительно Здорово Так А Тем Временем К нам Тут Пришел Вражеский Маг Что Не Очень Приятно У меня Шпиона Нет Да Ну Давайте Посмотрим Что У тебя Там Шкал Довода Деста Только Класс Интересный У меня Пропорение Прикал Тем Что У него Довольно Большие Мак Он Мог За Один Хил Очень Сильно Отхиливать Персонажей Плюс Когда У него Кончается Мана Он Идет Кромсать Всех Дуалами И За счет Скорости Дуалов Он Регенит Сигаману Вот Это Просто Пушка Гонка Была Вот Он У меня Конечно Был Не Идеальный Но Я К этому Стремился Сейчас Я Иногда Очень Иногда Играю Серые Гудилапа Это Уточки Если Видели На Игромире Белых Халатах И Ученые С уточками Вот Иногда Я там На их сервере Бегаю Но У меня Не так Вот И Я Играю В основном На стримах То есть Я не играю В рабочее время Еще Где То есть Если Я Хочу Пройти Игру Я Ее Прохожу Именно На стриме Во-первых Это Как Стимул Не Дропнуть Ее Если Она Хорошая Нормальная Вот А не Допустим Вот Как Хроники Белого Рыцаря Который Ну Такое Вот Сегодня По ним Тоже Был Стрим И Я Решил Что Нет Хорош Больше Я Стримить Не буду Слишком Много Страданий Она Очень Медленная Там Чтобы Ударить Один Раз Ты Ждешь Три Секунды То есть Она Выполнена В стилистике Какой-то ММО Там Можно Играть С Другими Персонажами С Другими Игроками Вот Но При Этом У Тебя Есть Свой Собственный Отряд Когда Ты Приход При Этом Идешь Просто На Карту Оля Там На Локацию Ты Бегаешь Ими Всеми Если Ты Берешь Какой-то Квест Может Это Как раз Такой Квест Мне Попался Он Бегал Один Без Всего Отряда И Урон И толком Не наносит И Там Ну Дико Игра Ну Понятно Да Леди Это Был Интересный Класс Маг Который Изначально Был Заточен Против Нежити Пока Он Не Вторую Проф Не получал Вот Но Ко Второй Проф Он Уже Умеет Носить Лайт Он Может Носить Тяж То есть Не Только В Тряпке Бегать Вот Но У меня Он Бегал Лайт Бал Сам Себе Баффер Причем Потом Начинает Довольно Неплохо Так И Хилять И Баффать И Вот Это Вот Все Стали Уси Пять Копеек Люблю Тактику В Дисайплах Когда Можно Вором На дуэль Вызвать Вражеского Мага И Избавиться От него Это Конечно Не избавляет Нас От отряда Но Как минимум Позволит Этому Магу Отступить Куда Подальше Проблема В том Что Маг В любом Случнее Пробьет Вора Потому Что Они Слишком Слабенькие Потому Что Урона Не Хватает Что Позволяет Нам Временно Дезориентировать Этот Отряд ХК Блин Я к сожалению Настолько Давно Играл Влиник Уже Вообще Не Разбираюсь В терминологии Классов Поэтому К сожалению Для меня Это Темный Лес Я К сожалению Тоже Не Помню Так Тебе Бо Наверное Отсюда Забрать Лучников Добьет Дойдешь Ли А Ты До него Все Наверное Как Не Доходишь Да Да Можно Особо Не Париться Тогда Окей Я в линейку Я ж не помню Когда играл Но по-моему Когда играл Она только У нас появилась Это были Первые Хроники Это был Милкософт Первый Официальный Север У нас был Увидел Отца Мне понравилось И По временам Понемножку Поигрывал То что Казалось Интересным Разумеется Чего-то я Большого В то время Достиг Сам Концент Был Интересный А у нас Тогда В городе Якобы И у нас Как раз В те годы Только-только Начали появляться Не Диаляповые Провайдеры Как раз Нормальная скорость Начала появляться Вот И На базе Этого Провайдера Подняли Сервачок Вот И На нем Собственно Люди Играли Вот Но Собственно Так как Это был Только-только Свежий Провайдер Так как Сервак Был Только-только Поднят Там Практически Не было Людей Вот Никто Ничего Не знал На Локации Начального Острова У нас там Бегало Вот В тот день Когда я Зарегистрировался Четыре человека Мы сразу Собрали Патьку Вот И В Патьке Два Война Два Мага Нормально Так Побегали Неплохо Да Звучит Довольно Весело Я Пасел Раз Пытался Начать Линейку Играть В курсе На втором По-моему То есть Это было Четыре Назад Было Тогда Открывался Какой-то Еще один Ру-офф Интерлюдский На В России Но Чет Как-то В итоге Не пошло Ну Мне Вот Сейчас Ру-офф Не нравится Клич Вот Я не знаю Насколько Он сейчас Нормально Делан Пару лет Назад Он был Настолько Неоптимизирован Что Просто Лагал На Ну Нормальном Железе У меня Пару лет Назад Был Ну Наверное Все еще И третий 530 Или 540 Какая-то 560 Видюшка Но Даже На минималках Он Лагал Как Скотина Понятно Вот То есть Там Играть Было Совершенно Невозможно Ну Да Это Конечно Удовольствие Никого Не приносит Небольшое Замечание По механике Дисов И может Быть Вы заметили Когда Ход Противника Был Вот этот Отряд Обезглавленный Он Прошел Всего Две Клетки Собственно В чем Суть Если Отряд Противника Обезглавлен Он Начинает Двигаться Медленнее А если Он Находится На воде Он Двигается Очень Медленно И С учетом Того Что Отряда Всего 20 Мув Пойнтов Он Тратит По 10 Мув На Перемещение Подой Клетки По Воде Поэтому Надвинулся Северно На Две Клетки И Вот Я Не знаю Что С ним Делать Дальше Гнать Дальше Вот Кем Только Тобой Разве Что Ну Просто Хотел Тобой В Руины Сходить Сюда Вот Ну Ладно Лучше Тобой Погоню Потому Что Тобой Надежнее Там Все Таки Демон Демоны Очень Сильно Бьют И Вот Это Тот Мялыш Сквайр Он Просто Не Переживет Возвращайся Леди Да Будет Вы Ждать Те Именно Здесь Второстепенный Отряд Набрал Немножку Опыта На Спирали Опять Жесть Рейнджеры Что Неплохо Это Радует Да Этот Отряд Нужно Пойти Сюда К Слово Говоря Я Считаю Что Это Вполне Неплохая Идея Почему Блине Может Будь Он Даже Смотрит Зачитить Руины Потому Что Я Вряд Ли Пойду Этим Отрядом Сюда Потому Что Ну По Тэмпу Я Уже Не Вписываюсь Или Этим Отряд Пойти Но Я Литобой Сюда Отправиться Ну Русалки Тоже Неприятно Русалки Очень Неприятные С ними Я Не Хочу Связываться Пока Давайте Попробуем Я Не знаю Насколько Это Хорошая Идея Я Не Знаю Что Там Рыдах Находится Но Чем Черт Не Шутит Ой 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 Зря Сюда Полез Очень Зря Все Так Сурово Это Черти 50 повреждений Да Инициатива Маленькая Но Я Знаю Одно ХП Не Хватило Да Все ГГ Понятно Я туда Не полезу Не Не Спасибо Это Было Весело Но Не Сегодня Ладно Я Пытался Туда Мы Не Полезем По крайней мере Этим Отрядом Тобой Еще Можно Это Сомневаюсь Вот Этот Просто Не Выдержит Этих Этих Ударов Да Это Рэйп То бишь А не Рэйп Но Тем Не Менее Оно Похоже Что Есть Рэйп 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 Изнасилование А Мой Инглиш Не Настолько Хорош Ничего Страшного Это Дело Поправимое Ладно Довольно У нас Еще Пойдем Сюда Там Нужно Продать Некоторые Некоторые Мелочь Все Таки Мне Наверное Придется Здесь Опыт Добирать Или Не Смогу Я Могут Убить Могутя Воскресить Но Это Тоже Не Очень Хорошо Здесь Хотя Здесь Как раз Таки Может Здесь Не Так Больно Будет А Вот Здесь Еще Не Так Здесь Еще Меньше Боль Будет Ладно Пойдем Сюда Качать Все Рано Не То Что Это Очень Важно Но Это Надежно Будет Тогда Закрепимся Закрепимся В этом Городе Будет Тогда Проще Рубеж Оборонять На Всякий Случай Где Ты Здесь Желание Давайте Мы Вас Отравим Что Ли Надеюсь Я Не Потеряю Шпиона Нет Не Потеряю Сливора Это Не Шпион Да А Слушайте Я Могу Сделать Ускорение Кстати Точно И Добедит От Отряд Прямо Сейчас Чтобы Не Особо Мне Глаза Мозолил Да Вполне Хороший Вариант Избавляться Лучше Наверное Тебя Или Или Нет Сколько У вас Урона 40 Окей Рискнем Сейчас Будет Больно Но Мы Вытерпим Ау Сколько Раз Бы Не Проходил Эту Миссию Каждый Раз Она Идет Не Так Как В Прошлый Из Того Что Я Помню Все Время По Разному Проходится Не Зачем Это Связано Но Это Хорошо Это Добавляет Грери Играбельность Играбельность Это Всегда Здорово Теперь У нас Приз Прокачался Топер Жрец Теперь Он Будет Лечить 24 За Одну Атаку То Есть Это 48 Хила В Так Много Но Лучше Чем Ничего Так У вас Тут Город Я Смотрю Да Неприятно Мне бы Ангела Туда Направить Ангел Туда Направить Но Ангел Пока Мне Там Ничем Не Поможет А Вот Ты Ты Мне Там Поможешь Ты Будешь Там Сидеть И Защищать Этот Город В Опять Шпион Нашел На Второй Ход Серьезно Кстати К вопросу О том Чем Отличается Невозможный Руин Сложности От Обычного Более Простого Отличается Он Тем Что Войска Противника Начинают С большим Количеством Улучшенных Войск То есть Например Вот Они бы Начинали С Двумя Такими Рейнджерами С самого Начала А не С базовыми С щитами Первого Уровня Которые Непрокаченные Ну Грубо Говоря То есть Им Быстрее Даются Пробивания Охраны Быстрее Даются Взятие Всяких Там Руин Городов И прочего Но К тому Времени Как мы Добираемся До них В принципе Мы Более Мене В равных Условиях Находимся Не сильно Сказывается На Сложности В итоге Ну То есть Как Это Конечно Сложнее Особенно Если Этих Героев Их Будет Несколько С Улучшными Войсками Но В целом Это Небольшая Проблема Ну И дальше Наша Любимая Тактика Деф МС Хилимся Обожаю Старобольчие Да Обожаю Империю За это Дело Взбавляемся От чертика В первую Очередию Потому что Он Урон Ободоносит Больше Заодно Сейчас Хоть и лучников Прокачаем Монсон Несант Еще Сильнее А следовательно Дальнейшее Продвижение Будет Еще Более Простым То Здорово Так Смогу Я тебя Ваншот Если Не промахнусь То Да Спасибо Дальше Автобой Спасибо Игро Это Было Быстро И Левела Плюс 10 Кхп Плюс 20 К урону Серьезно Ауч Это Очень Больно Серьезно Лучников Плюс 20 Дали Да Это Дом Змод В дом Змоде Они качаются Как звери В оригинале Они получали Болдука Плюс Пять Или Плюс Десять В дом Змоде Аж Плюс 20 Это Очень Больно Ну да Юбир Дололи Советник Императора Часто Посещал Этот Город Почему Он Невом Против Эрхок Я боюсь Что император Забыл Про Наши Земли Кто знает Надеюсь Что нет Так Здесь мы Продаем Все это Делаем Себряное Кольцо Драгоценность Которая Стоит 100 Золотых При Продаже Приятная Штука Сфера Заведения Все равно Не нужна Стоит На всего Лишь 80 В общем Это Дешево И сердито Не особо Полезно Но Тем Не Менее Так К тобой Мы хотели Направиться Сюда Направиться Свистоп Вот сюда Ну да Почему Бо и Нет Сохранимся На всякий случай Я не уверен Что мы можем Это пережить Без потерь Хотя хотел бы Ну еще есть Очень демонические Маны Так Лучников Я не боюсь Они конечно Больно кусаются Но мы Это переживем А вот От тебя Дружок Тебя шаторка Надо избавиться Как можно скорее Потому что Иначе мой сквайер Может твоя Так и не пережить К слову говоря Есть один абуз В дисциплах Которые я Чем-то люблю Лучники Вражеские Начинают Свою Атаку Всегда С верхних Отрядов Которые стоят Вот в этой клетке Поэтому Если у вас Два Лучника Разных И вот этот Очень сильно Покосанный Вы можете Поставить его Вот в эту клетку И его не будут Бить Будут бить Тот Который находится Здесь Даже если У этого Не так много ХП Но Стоит иметь ввиду Что Если у него ХП на один Выстрел В него все равно Будут бить Поэтому иметь это ввиду Интересный Момент Ну вы сами Только что видели Что собственно говоря Лучники Начали свою атаку У всех Кто был наверху В общем то Это для ближней линии Вроде как Тоже работали Обычно Начинают Вот с Этой клетки Которая Вот Вот это Вот И мы получаем Рыцаря В оригинале Как я уже говорил В обучении Рыцарь обладал 150 хп Но не обладал Защитой Здесь же Он имеет 135 хп То есть Как Стартовый Боец Рыцарь На пегасе И Такой же Десятой Защитой Для таких Отрядов Мелких Он исполняет Неплохую роль Эдакого Буфера Который Просто стоит И терпит урон До посинения Ну почему Нет Собственно Как вариант Так Ты Здесь Наверное Ничего сделать Не сможешь То что Тритоны Бьют Больно Очень больно А вот Ворон Не нужно Направить Будет Наверное Вот сюда Потому что Больше Те особо Ити Ты Некуда В бою Мы пойдем Вот сюда Там Еще Золотая Шахта Который Тоже Небудь Захватить Так Да Так быть Быстрее И спокойнее Нам не придется Приваться через Русалку Которую я Очень не хочу Видеть Так Город Я тут Улучшать Не хочу Да Мне и денег На это Не хватит Хотя Надо было Ну ладно Пока Потерпим Демоны Пока Затихли То есть Большую часть Их неприятных Отрядов Мы в принципе Зачистили Поэтому Дальше А Ну да Лег на помине Сомнишь Солнце Вот и лучик Смогу ли От тебя Избавиться Ну Не факт Не факт Стоит ли Попробовать Это сделать Да в равном бою Наверное Нет Лучше Я засяду В городе И так Будет Спокойнее Разумно И направить туда Что ли Тебя На помощь Не думаю Что это Резонно По крайней мере Прямо сейчас Лучше Пусть подойдет К нам сам Если Подойдет Конечно На что Я искренне Хотел бы Надеяться Так К тобой Мы идем сюда И мы видим Какой-то город Который причем Не захвачен врагом Что странно Потому что Враг здесь Точно проходил Потому что Он захотел Захотел этот город И столица Его здесь нет Это Явно неспроста Думаешь Хорошо Охраняется Скорее всего Кстати Они приятные Русалки Они бьют По всему По-любое Наносят 30 урона То есть Это маги Но У них Есть Вторая Атака Параличом Которая Прокается С 55% Случаев А паралич Как мы Помним Лишает Наши войска Возможности Действовать И причем Действует он Далеко не всегда Лишь один ход А это еще Хуже Поэтому От русалок Надо заваляться В первую очередь Самое неприятно Что она Бьет Сразу Всех А не конкретно Одного Да Это Очень Больно И Кстати По тритонам Они Во-первых Очень больно Бьют Как винда И плюс У них Еще Второй Уровень На этой Карте Точнее Потому что Скорее Всего Уже Просто Слишком Много Времени Прошло Не успели Прокачаться Сами По себе У них 25 Защита По-моему Защиту Добавили В дом Змоде То есть Они Стали Чуть Жирнее И У них Есть Стойкость К повреждению То есть Любая Первая Атака Которая Наносит Урон В бою Не Наносит Им Урона Грубо Говоря То есть Первая Атака По ним Всегда В молоко Уходит Прекрасные Ребята Да Но это Опять же Дополнение Домзмонда В оригинале Этого Не было Но они Опасны Да Особенно Интересно Их Описание Тритон Подстригает Заблучшихся Мореходов Захватывая И пожирая Беззащитных Какие Милашки Насморк Да Вообще Так Я тебе все еще Не добиваю Дружок Да Ну да Хочу ли я выйти Из АДФ Я не хочу Мне так хорошо Я не глядь Тороплюсь Уже получается Два часа Проходим Первую миссию Изумительно Миссии Здесь долгие Даже не смотря на то Что карта В общем-то Первая карта Она очень маленькая Она 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 Но Тем не менее А дальше Автобой Пусть Добьет Все же Не сложно Так Хочу ли я поставить Здесь Жезл Сразу Нет Золота Мне не особо Нужно Мне нужна Демоническая Мана Но я Не хочу Чтобы Это Демоническая Мана Уходила Противнику Проблема в чем Что Жезл Когда он Стоит рядом С вражескими Ресурсами Он Не дает Захватывать Эту территорию Врагам То есть Я не могу Захватить Эту территорию До тех пор Пока здесь Стоит Жезл И сразу Что город Уже мой И он Распространяет Мои земли Вокруг Ну да Так Особенно Да Так Хотели Этот город Улучшить Нет Здесь Там Ничего Не угрожает А вот Этому Городу Угрожает Вот Мы Будем Лучше Зато Поставить Еще Одного Охранника В виде Сквайр И теперь Этот Город Едва Ли Захватит Грей Очень Хотел Надеется Что Вы Не Захватит Так Там Ничего Ценного Скорее Сего Не Лежит Но Даже Если Избавляться От тебя Дружок А заодно Получать Икс Фу Для Моего Главного Героя Благо Шум Осталось Давно Нового Уровня Очень Много Всего Всяких Действий Приходится Действовать На этой Карте А кстати Столица Демонов Вот Она Ее Видно Уже Вот Это Вот Я Не Обратил Внимание Ашка Или Этот Собственно Грета Причина Бо Который Мы Никогда Солицы Не захватим У меня Было Видео На канале Которая Показывает Что Это Такое И Почему Это Опасно Очень Большими Проблемами Но Я захват Боссов Таких И в этом Нет Ничего Невозможного Но Это Невозможно В Первых Первых Миссиях Компании Как Парал Слишком Слабы Для Этого В Пятый Шестой Седьмой Еще Можно Рискнуть Это При Очень Больших Забав Под Бафами Под Зельями Так Что У нас Здесь А Голубой Кружок Это Целевой Город Видимо Да И он Какой-то Магии Защищен Нет Цель Как Раз Верх Темная Ну Да Нам Нужно Заходить Этот Город Собственно Говоря И Охрана Здесь Весьма Знатная Это Точно Явно Не Хочу С ней Связаться Прямо Сейчас Так Ну Я Всю Ну От Тебе Избавляться Дружок Потом Поехали Попробую Вызвать Ее Надвы Или Из Города Не Вызывается Из Города Вызывается Но Я Не Хочу Этого Делать Я Как Б Это Просто Сейчас В Там Нет Смысла Потому Что Все Равно Она В Городе Сидит Воскресится Просто Напросто Я Продиняю А Правда Нитрал Не Умеет Воскрешаться В Городах В Львом Случае Я Не Думаю Что Это Хорошая Идея Потому Что Нас Я Скорее Сюгни Проиграна Просто Отхилиться Я Не Хочу Угора Сливать Это Не Очень Здорово В Данной Ситуации Зато Интересно У нас Еще Будет Движуха Здесь В Ближайшее Время Так По Заклинаниям Что Нибудь Нужно Стены Зрения Мне Не Особо Полезно Все Присмогу Спокойненько Уже Спамить Мое Любимое Заклинание Ускорение Потому Что Почему И Нет Оно Стоит 200 Маны Ман У меня Много А Это Позволяет Мне Чуть Быстрее Двигаться По Карте Что Приятно Да Конечно На каком Уровне Допала И Бой Два Треть Чуть Ли Со Второго Можно Открыть Если Не Ошибаюсь Ага Жезлоносец Выполз Так Так Дружок Ты Куда То Не Туда Полез Ты Что Творишь Куда Тебе Точно Не Надо Идти Вот Это Вообще Не Круто Не Предлагаешь Это Гор Теперь Защищать Ладно Не Вопрос В Отряде Это Все Грустно Придется Рано Следопыта Ставит Наверное Почему Блине Будем По максимуму Защищаться Очень Больно Кусаться Будем Будем Есть Выбор Так Здесь Мы Жезл Убрали И Сразу Демоническая Мана Стала Нашей А У меня Золот Не Хватает Чтобы Поставить Жезл Ну Разумеется А Вот И Знамя Защиты Кстати Не Зря Мы Пробивались Здесь Очень Полезный Артефакт Здесь Брони Всему Отряду Дает Казалось Бы Мелочь Но Это Может Решать В Вы Только Посмотрите На Это Служители Культа Сожгли Здесь Все Но Здесь Ж Трава И Лес Что Они Могли Здесь Жечь Ну Да Я Понимаю Чтобы Захватили Город Поэтому Работает Немножко Не так Как Должно Быть Но Тем Не Менее Ага Колдун У нас Прокачено Я Смотрю Базово У него 30 Повреждения Здесь 33 Точность 81 Однако И ХП У него Больше Эх Мам Надо Бить Да Надо Бить Конечно В перспективе Ну Если В приоритете У меня Было бы Жезлоносец Но Она И так Падет Оу Как Мне Хорошо Повезло Все Пробили На Максимум Это Так Приятно Здесь Кстати Ничего Я Не Забрала Здесь Тупик Туда Туда Мы Пойдем Тогда Тобою Дружок Так Здесь Мы Сидим Никого Не Трогаем Починяем Примус Здесь Мы Дальше Идем На Разведку Наверное Демон Нейтрал Эй Тобой Здесь Сидим Защищаемся Получается Стоп А Я Говорю Что-то У нас Чат Затих Чат Затих Да Но Он Работает Он Не Завис По идее Так Доходить Отойти Не дохожу Что Печально Но Ладно Деваться Тебе Особо Некуда Дружок Так Что Наверное Ты Дальше Не Пойдешь Кто Знает Да Ты Действительно Решил Дальше Не Ти Ау Это Была Плохая Идея Дружок Очень Плохая Идея Да Очень Плохая Идея Этот Дружок Конечно Силен Будет Можем И Модолить Его Без Магия Да Потому Что У меня Прокачены Войска Лучше Чем У него Так Что Поехали Надеюсь Что Риск Будет Оправдан Избавиться На первую Лучше Отмагать Больше Он Прокачен Ну Да Лучник Жреца Не Убьет 100% За Два Хода А Он Даже Забежает Решил Ну Тем Лучше Тем Лучше Правда Я Отряд Это Все Не Смогу Накрыть За Один Ход Тогда Ну Ладно Забежать Ты Не Сбежал Хорошо Прямо Тоже Добиваем Ну Дальше Понятно Берсерк Рубил Игает К сожалению Там Стоит Селенок И Берсерк Могу Ле Я Кем То Добить И Всего Нет Потому Что Не Хватает Мувпоинтов Да На Не Хватает Мувпоинтов Тогда Пойдем Сюда Посмотрим Что Там Лежит Сундучки Не Что Это Полезное Но Не Посмотрим Не Узнаем Ау Так Больно А У нас Еще и Прокаченные По-моему Мерлица Сейчас Срежут Ну Может Садь В Дев Но Что Не Подсказывает Что Ему Не Особ Поможет Не 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 Это Попахивает Ничем Не Тем Чем Должно Быть Надеюсь Что Наши Подписчики Достаточно Был Разумный Чтобы Не Делать Того Что От Что От Них Требуется При Прицарь Ну Все Это Не Очень Радужно Я Должен Заметить Ну Прошу Я Знаю На Что Шел Ладно Дальше Автобоем В идее Не Должны Проигрывать Да У нас У нас Уже Прокачался Следопыт Это Здорово Это Приятно Можем Расклечить Рыцаря Заодно Есть Одна Проблема В игре Фуллскрине Глаза болят Уже Не Фуллскрине Точнее Окошко Слишком Маленькое Надо Фуллскрин Потом Перевести На Следующем Стриме Будем Знать Сталь Табыться Будем Реже Моя Вепку Не Закрывала Так Ты у нас Здесь Сидишь Охраняешь Город Да Здесь Мы Идем Смотри А стоп 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 Давай Задим Сюда Что У нас Руинах Два Беса Не Интересно Так Мы Тебя Не Добиваем Ну Типа И Ладно Табы От угрозы Мы Избавились Потом Мы Тобой Идем Сюда И Ставим Здесь Жезлы Тебя Ничего Полезного На Тебе Нету Могу Тебе А У тебя Знамя Защита Есть Упс Тогда Лучше Оставить Его В Городе Определенно Иначе Это Может Плохо Кончится Что Происходит Леди Не Зная Что Именно Тебя Интересует Мы Потихоньку Продвигаемся К Кончанию Этой Миссии Я Так Понимаю Споро Уже Конец Близок Будет Так Опять Жезлоносец Ты Решил Сокровище Подобрать Это Дружок Зря Сделал Так Инструктор Знаменосит Стайные Знания Знания Артефакта Да пусть Будет Инструктор Знаете Призову Живой Доспех Здесь Потому что Я не хочу Тратить Мувпоинты На Уничтожение Этой Бабайки Основным Героем Сэкономим Мувпоинты Пройдем Автобой И ГГ Изумруд Полезно Полезно Далее Привет Продадим Миссия Вот эта Миссия Самая первая Пока что За империю Вот ее Мы сейчас Добиваем Уже потихоньку Так я не помню Что у нас все-таки Здесь было Наверное что полезное Здесь можно найти Давайте проверим Чтобы и нет Да Миссия Все та же Первая Вот Потихоньку У всех Убиваем Да Так ты доходишь До нее Да Отлично Лишь нас колдун Голоса свыше зовут Баюша Дзен На всякий случай Напоминаю Для тех Кто не помнит Можно просто Женя Или просто Баюша Или просто Дзен Да Кого как удобнее Ну Росуще Доминировали На карте Мы уже Обеспечили Так что Бояться Каких-то Сюрпризов Уже не нужно Ну Собственно Ты можешь Теперь уже Просто Качаться На его героях Да Но мне нужно А уровень Да Мне нужно Добить уровень Героя Прежде чем Дойти До этого Города А потом Мне нужно Будет Нас Потом Уже Будем Переходить С финальной Стави То есть Захват От этого города Что мне Собственно Нужно Сделать Гляди Говорит Это Голос Слыш Да Блосс РНГ Так Хорошо Закончили С этим Уже Холд Сейчас Будет Кстати Надо Посмотреть Даже Интересно О Призы Вы Пошли Беллиарх Небось Кто Кто Еще Ау Неприятное Создание Очень больно Бьет Очень Быстро Ходит Очень Жирная Очень Удобно Для уничтожения Таких Вот Мелких Воров Или Для Уничтожения Вражеских Жезлоносцев Слово говоря Суммоны Есть Очень Полезные Разные Например Я знаю Что Вроде На четвертом Уровне Магии У Империи Появляется Очень Мощный Суммон Голем Если Я Ошибаюсь Город Синим Кругом Это Собственно Горят Целевой Город Который Нужно Захватить Точнее Не Захватить Просто Там Сидит Отряд Который Нужно Уничтожить Этот Отряд Архак Темная И от нее Нам нужно Избавиться Там Кстати Рядом С городом Стоит Демон Какой-то Да Стоит Большой Очень Большой Но Мне тоже Нам нужно От него Избавляться Он там Есть Он нам Не мешает Если Нам нужна Будет Экспама Его Естественно Прирежем Почему И нет Ну да По Сапоги Скорости Приятно Приятно Спасибо Игра Невероятно Удобно Эти Сапоги Облегчат Любой Поход Плюс 20% Мувпоинтов Прекрасно Полезная Вещь Сапоги Вообще Полезная Вещь В этой Игре Особенно Вот такие По сути Это как Аналог Логистики В третьих Героях Ну не только В третьих Но тем не менее Увеличивает Дальность Перемещения По карте Это Приятно Всегда Время У нас Варит 19 Зрителей Это Очень Здорово Очень Приятно Правда Почему-то Не все Из них Не все Из них Видимо Сидят В чате Но Тем не менее Всем привет Еще раз Кто к нам Присоединяется Так Давайте Позволь У нас В этих Руинах Есть Их Не особо Кто-то Зачищал Я смотрю Хотя Это Странно Но там Я вижу Еще Сундучок А Да Я Судук Изобрал Полезного Тут Ничего Не было 100 Золота По сути В сундуке Скорее Какое Небудь Зелье Там Был от Ретворов Просто Мне нужно Был отвлечься На Жезлоноса Который Был Здесь А Эта Штука Подождет Если Что Так Ну чем Мы Тихоньку Божем Сюда Двигаться По идее Да Мне надо Икс Пущу Где-то Добрать Герою Унодем Наверно Можно Добрать Других Вариантов Я Не Вижу Ну да Тридцатка Там Точно Должна Быть Так Что Без Проблем Так И потихоньку Начнем Клепать Воров Значит Которые Будут Отравлять Отряд Сидящей В городе Чтобы Можно Было Легче Чем Разобраться К сожалению Магия На тех Кто Сидит В городе Не Работает Собственно Города Это Единственное Место Где Магия До Вас Не Достанет Правда Да Может Быть Не Вся Комар Я Что Как Делал Возможно Есть Магия Которая Действует На всю Карту Или На все Отряды Противника Может Быть Она Достанет Но По крайней Магия Которая Действует Прямой Наводкой Она Она На Города Не Работает А На Героя В городе Нет Если Гарнизон Сидит Во В городе То На Него Не Работает Магия Недружественная Невражеская Собственно Говоря Как И Говорил Владамарик В первой Части Игры И Со Спасением От Магии Было Просто Быстро Быстро Бегать От Города К Городу И Наче Можно Было Неплохо Огнести Надо Значит Так Так Кстати Отряда Призываться Только На Один Ход Всегда Так Ты Решил Не Занимать Город А Потому Что Там Гарнизон Сидит Ну Да Логично А Стоп Так Это Суммоны Тоже Не Панацея Суммонов Кстати Бафать Можно Опять Что Приятно Поэтому Хороший Маг С хорошими Суммонами Сильными Может Ой Как Больно Сделать Противнику В Опытных Руках Это Очень Грозное Оружие Так От лучника Мы избавляемся Точнее Лидер Отряда Не Хочу Чтобы Мазел Нам Глаза Так Это Стоит Защиту От Тебя Мы Должны Избавляться По идее Хотя Бо От тебя Жрец Защищается Он Чего Сделать Не Может Я Очень Надеюсь Что Мой Рыцарь Напигать Исходит Раньше Чем Этот Одержимый Не Повезло Ладно Но Зато Мы Получили Левел А Это Здорово Спасибо Играть Я Очень Непризнателен За Это А Значит Можно Переходить Финальной Стадии Этого Сценария Так А Я Шел Тобой Вот Сюда Да Был Дел Жизнь Повтыкать Эликсир Энергии Кстати Полезная Вещь Можно Наверное Даже Ее Отдать Основным Героем Так Ты Нас Оставишься Здесь Сидеть Ты Здесь Сидишь А Вы Потихоньку Продвигаетесь К Городу 5 Воров Даже Слишком Много Много Немало Чем Того Что Шанс Их Действий Будет Очень Низкий Потому Что Уровень Отряда Врага Очень Силен Вероятность Потравить Его Будет Намного Ниже Чем Обычно Красные Кристаллы Это Скорее Сего Смотря Какие Если Вот эти Да Если Вот эти Которые Торчат Из Земли Это Доход 50 Маны Присподни То есть 50 Маны Ада 50 Красные Маны По-разному Могу Называть Ну да Дает Ману Манна Это Собственно То Что Трак Вот эти Кристаллики Сверху Они Тратятся Исключительно На Как Называют На Заклинания Спелы Соответствующих Школ Маги Да Ну Например Более Мощные Заклинания Они Требуют Разные Маны То есть Если Возьмем Ману Третьего Уровня Империи Там Може Можно Будет Применять Еще Белую Ману То есть Маду Рум Она Нужна Будет Для Изучения Заклинания Для Применения И Чем Выше Чем Выше Уровень Магии Тем Больше Разные Маны Нужно Для Применения Изучения Заклинаний Именно Спрашивает Мы Сегодня До Ну да Дня Не Хватит Да Но Как Минимум Две Хотелось Пройти Ну Может Где-то На середине Второй Мы Остановимся Посмотрим Так Лидерство Знание Дорог Знаменосит Тайное Знание Что Мне Может Пригодиться Значит Давайте Посмотрим Лидерство Позволяет Нанять Одного Воина Больше Ну Скажу Честно Империя По первости Не особо Испытывает Необходимости В этом Да И честно Говоря Первый Ну То есть Мы Этому Отряду Кроме Каких-то Фронтальных Бойцов Особо Больше Никто И не Нужен Будет А фронтальные Бойцы Империи Я не скажу Что они Плохие Но Необходимости В них Большой Не будет Потому что Мы Задача Мого Лидера Нужна Будет Лишь В том Чтобы Просто Держать Удар Пока Лучники Сзади Расстреливают Противник То есть По большому Двигаться На 20% Дальше Перманентно Это Приятное Дополнение Но Так ли Оно Мне Нужно Я Не знаю Хотя На второй Карте Это Полезно Знаменосец Это Плюс 10% Сразу Получим За счет Знаменек Броне Всем Отрядом Ну Полезно Не знаю Можно Взять Тайное Знание Мантомагические Книги Реликвии Книга Которая Есть На Дом Мент У меня Она Довольно Бесполезная Поэтому Я бы Выбирал Между Знаменосцем И знанием Дорог Честно Говоря И я Бо Наверное Выбрал Знание Дорог По так Как Знаменосец Ну Как Да 10 брони Это Конечно Здорово Но Пока Что В этом Нет Необходимости А Вот Дополнительные Очки Передвижения Это Полезно Всегда Аргументированно 540 Спрашивает А Чего Там 540 Скорее Все Это Было Золото А Ты Сбежал Серьезно Это Может быть Проблемой Потому Что Я Не Хотел Что Ты Шел Туда Так Отдадим Зелье Вот Сюда И Блин Брется Тобой Что Любить Тебя Лиза Сумонить Не Ладно Бей С тобой Идет Так Этот Этот Вор У На Месте По Сути Вы Слишком Самоуверенны Помните Что Я Служил Самой Смерти И Уничтожив Вас Я Только Порадую Ее Если Вы Не Дураки То Уйдете Откуда Пришли Пока Вы Еще Можете Ну Мы Так Просто Не Сдаемся Эрхак Темная Эй Я Хотел Тобой Нападать Дружок Стоп Отравить Армию Вероятность 30% Серьезная Игра Все Настолько Плохо Эу Это Подлинка Это Попытка Не пытка Очень Подлинка Ну Как бы Сейв Скаминг Да Разумеется Но В данном Ситуации Мне Это Сейчас Не Особо Поможет Все Потому Что Пока Отряд Находится В городе Он Будет Хилиться Пока Вот Этот Отряд Не Туда Не Пребудет Смысла В После Ничего Страшного В любом случае Хотел Еще И перолив Сделать После Этого Было Неплохо Просто Мне Вставать Ну Я Прямая Разумеется Не Вопрос Мне Завтра Вставать Не Слишком Рано Я Просто Вообще Режим Стараюсь Это Правильно Конечно Я Безапресс 10 И Вставать Где-то В Пол Седьмого Ну Я Могу себе Позволить Завтра Поспать Поэтому Могу И Подольше Посидеть Так Ну Что Поехали Сохраняемся И В Бой Да Будем Травить Не Получилось Вообще На самом Деле Я Бо Начал Даже Не С Отравления Кстати Горя А С Дуэли С Дуэли Надо Начать Потому Что Конечно Это Не Убьет Эрхак Темную Но Как Минимум Снизит Ехп До Приемлемого Уровня Кстати Да Тем Одну Дуэль Шанс Всегда 100% Так Эрхак Темная 105 Хп Второй Уровень Защита Плюс 15 От Города Стойкость К Любой Стихии Неприятно Так Что Магически Атак Не Действует И Тип Оружие Вампиризм Вы Понимаете Что Это Значит Дорогие Зрители Это Значит Что Цели 6 Да То Есть Она Бьет По всему Полю Бой Она Как Маг 55 Урона И По сути Половина От Нанесенного Урона Переносится Ей В Хп И Вы Понимаете Что Это Не Сулить Ничего Хорошего Но У нее Всего лишь Сторг Инициативы Поэтому Она Ходит Позже Чем Наши Лучники Поэтому Я Очень Надеюсь Что Наши Лучники Смогут От Нев избавиться но я не хочу сейчас поселилась очень уж сильно поэтому я подожду вором и пара такую два раза вот так 67 хп у него теперь и знаете что я сделаю я даже отравить теперь никого не буду я наверно стоило бы но тем не менее я попробую задуэлить ее до смерти не верю что получится но рискнуть стоит как минимум еще хп снизу автобой а она выхиливает ну да она выхиливается слишком сильно из-за этого да то есть мы не особо много урон не таким образом нанесем строить все такими тебе надо ну хорошо будем значит пробовать тебя травить подруга наша злобная подруга править армию не прокнула разгружаемся нет опять же нет довольно это музыка будет вечный да ой я не то сделал ладно а то есть мы промахнули теперь над филос до 90 них а такое не не устраивает игра пояси прости вообще тактика с травлением конечно это чип-трик тубе дешевый трюк надо и в принципе у нас лучников не каждого хватать чтобы и ваншотнуть не то бишь как ваншотнуть за один ход и и снести двумя лучника если они не промажут да если не промажут и в принципе наверное так и сделаю но вот и у нас можешь лечь дума рик пишет не сити действий сбок рн g и мы сегодня без жертв обойдемся так ну то есть это в принципе есть чем поднять наверно и сделаем да отлично вообще ты таки что полезные ой что я случайно нажал не туда куда надо урон плюс 15 процентов тебе вполне пригодится наверное у тебя его дадим и наверное я вносить и зелик с собой взял ну и забаваемся в руки взять я взял в руки да не простая задержка и не понимаю так и силам это должно помочь ну что ж но нет истины сохранимся как им один финал и едем бой ну практически ваншота ли нам неплохо мне себя да скормил зелье лучше кутон бы и ваншот ну и того меня на всякий случай стал в дэв и более что ты ходишь раньше куда-то нам гарантирована возможность стать в дэв и призрак будет сейчас наверное пролетить пристах нет лучника тем лучше это значит что мы сможем спокойненько выхилить нашего друга хаттона и добить тебя подруга да ну и все дальше сложности уже не будет дело от демона избавиться и более что мы достаточно хороший урон по нему наносим сейчас тоже будет больно конечно да но это все еще не смертельно ну и все дальше автобой наше все легко без особых проблем еще только воров в общем-то даже и не нужно было в итоге одного было бы достаточно для дуэли более чем на исчезай под обломками своей разрушенной башни рк темная закричала с и небесного отца мы еще встретимся противояди для императора димас фена была найдена среди обломков и немедленно ему отправлено джи джи уэл плейт миссия успешно пройдена эрхак темная умерла сгинув под обломками своего храма а ее культ был уничтожен император димас фен получил противоядие отличная миссия отлично пройдено спасибо башни впадая все в большее отчаяние и уныние ослабленный предательским покушением на его жизнь жалко димас феном кризис среднего возраста самом разгаре как говорится но тем не менее переходим к отряду ой господи к экрану трансфера то бишь когда можем перемещать героев и артефакты между миссиями это здорово это удобная система правда перенести можно всего лишь одного героя 5 артефактов но мы возьмем с собой знамя защиты сапоги скорости рунный камень как самое полезное ценное что у нас есть возможно книга огня на пригодится и что еще здесь может быть полезно вам ну сфера грома наверное самое полезное что здесь есть окей так я ставлю запись сейчас начинаю заново потому что дальше 2 миссис на пионатом 1 миссия дорогие зрители заканчивается и кто был смотреть записи приятного просмотра вам было спасибо что смотрели нет